Тут у нас получается такой резонанс, а точнее резонансное событие. Я хочу показать, какие же вы твари, какие вы сволочи, которые здесь проживаете. У меня просто, знаете, сейчас вот все кипит. Вы дебилы! При чем тут это? Суки вы такие! Итак, сразу хочу сказать, те, кому не нравятся мои видео, те, кто негативно относится к поздним переселенцам, те, кто не уважает мнений других, людей, сразу отписывайтесь от моего канала. Все те остальные, кто остаются, я вас приветствую на канале Артамонов Лайф. И именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Поговорим об не очень хороших отношениях между нами, между русскоязычными здесь, в Германии. А я в свою очередь хочу порекомендовать вам, друзья, канал Евгений, который проживает в Германии не так много, как мы, как наша семья. И он тоже делает видео, рассказывает о том, с чем он столкнулся, проходя весь процесс переезда и жизни здесь, в Германии. Канал называется FromKZ. Ссылочка на канал Евгений будет в описании под этим видео. Итак, предыстория этого видео. Прошлые выходные, в воскресенье я был в городе Фридланд и снимал видео, репортажи о наших поздних переселенцев, которые находились там на тот момент, когда я был. Те люди, которые участвовали в съемке, им просто большой-большой респект за то, что они согласились на это. Но теперь есть и другая сторона. Другая сторона медали. А сторона медали та, которая не очень хорошая. Почему? Потому что эти видео в течение всей недели постепенно выходили на моем канале. И я их также выставлял в различные группы, группы поздних переселенцев, группы тех русскоязычных, кто проживает здесь, в Германии, в одноклассниках. И тут у нас получается такой резонанс, а точнее резонансное событие. Люди, а это те русскоговорящие, которые здесь проживают давно, но зажравшиеся русскоговорящие, я их по-другому назвать просто не могу, зажравшиеся, которые сидят здесь, даже работают, но сидят здесь и пытаются что-то комментировать. Давайте я буду зачитывать просто небольшие комментарии, вы все поймете. Вы узнаете себя в этих комментариях. Я сегодня действительно делаю такое немножко видео не радостного характера, не хорошо настроенного характера, а именно я хочу показать, какие же вы твари, какие вы сволочи, которые здесь проживаете. И эти слова вы сегодня будете слышать в моих видео. Почему? Человек выступает, говорит, что во Фридланде кормят не очень хорошо, на самом деле там кормят булочками, маслом, джемом каким-то по вечерам и утрам, да? И не хватает человеку этой еды, потому что он привык немножко к другой пище. Он об этом открыто говорит. Мне пишут в комментарии, задай себе вопрос, зачем ты сюда приехал в Германию, своего говна хватает, а тут еще и ты нарисовался у себя на родине, ты тоже говорил, что тебе не хватает кушать. При чем тут это, суки вы такие, при чем тут это? Вы не понимаете, что человек приехал в Германию, он хочет настроить свою новую жизнь, а вы тут ему пишите, ты зажравшийся немец, немец, сидишь здесь 20 лет, уже работа у тебя есть, да, у тебя есть и дом, скорее всего, свой, и приезжает, вот я не понимаю отношения вот этих тварей русскоязычных, вот отписывайтесь кто хотите, сколько хотите отписывайтесь, канал не закроется, канал будет продолжать работать. Почему? Потому что здесь на моем канале будет только правда. И все вот эти сволочи, все эти твари, а я эти слов сегодня еще скажу много раз, которые пишут подобного рода комментарии, услышали, чтобы все, все это, то, что я вам говорю, и чтобы поняли, что вы дебилы. Люди только приезжают. Люди только приезжают сюда, они хотят настроить свою жизнь. Они видят разницу, какая у них была. У них была совсем другая жизнь у себя. И здесь они приехали, у них совсем другая жизнь. Настраивается. Еще один комментарий. Все на халяву, да еще и недовольны ничем. На какую халяву? Вы ехали сюда, не на халяву? Переключаю дальше. Буду читать комментарии. У меня просто, знаете, сейчас вот все кипит. Вопрос к обоим. Работать с ним пробовали? Человек приехал, он находится в Фриланде пару дней. Вопрос ко мне. К обоим, то есть это к автору видео и к тому человеку, кто выступает в моем видео. Работать с ним пробовали? Я работаю. Я учусь, я работаю. У меня дуали узбили. Какой ко мне еще вопрос, если вы не смотрите мои видео и не знаете об этом? Посмотрите, зайдите. Вопрос второй. Не пробовали работать с собой, да? Тот человек, который выступает на моем видео, он находится в Германии несколько дней. Ты, сука, когда приехал, ты что, сразу пошел работать? Я думаю, что нет. Ты посидел еще на шее государства, а потом только пошел работать. Извиняюсь, но у нас жара на улице, все равно я буду продолжать видео. Ты пошел и посидел на шее государства, так же, как и все мы, кто сюда приезжает. Для тех, кто приезжает в Германию, дается три года адаптации здесь, в Германии, для того, чтобы пройти курсы, шпрах курсы, для того, чтобы найти направление, в котором человек будет работать и учиться. А ты, сука, пишешь что? А пробовали работать? Следующий комментарий. Сейчас я перейду на YouTube. Там тоже много комментариев ваших, которые вы пишете. Это не диалект, это просто уровень BI смаловать для понимания живой речи. Слышь, ты, кто-то там пишешь, ты когда приехал в Германию из своей жопы мира и сразу начал понимать, да я думаю, что ты вообще приехал сюда без знания какого-либо языка, без знания B1, либо без знания A1. Ты ехал паровозиком с кем-нибудь из своих бабушек и дедушек, и только здесь начал учить немецкий язык. Если это повезло, если ты приехал в детстве сюда и ребенок учит намного быстрее язык немецкий. А так, когда человек приезжает сюда, поздний переселенец, вновь прибывший, как вы называете, да, он сталкивается с тем, что он учил в ненемецкоговорящей стране немецкий язык, где, естественно, неправильное произношение, где, естественно, учат книжному варианту и когда он сюда приезжает, в Германию, он слышит уличную речь, он слышит, как немцы по-настоящему разговаривают, какие обороты применяют они в речи, и, естественно, возникает непонимание того, что он слышит. А ты, 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 как я понимаю, сразу все начал слышать хорошо. Молодец, супер. Следующий комментарий, он реально с формой айси надеялся, что может что-то понять в беглом немецком. И это его разочарование, как я сказал. Те люди, кто приезжают, они сталкиваются с именно другой проблемой. Следующий интересный комментарий. Парнишка еще не знает, что его ждет. Очень поздно приехали, потихоньку, уже русские, немцы, обратно собираются в Россию. Давай, 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 иди в Россию обратно. Кто ты пишешь, кто ты пишешь, иди обратно в Россию. Давай, тебя здесь никто не держит. Но ты, ты, никогда отсюда не уедешь. Ты прижал свою жопу здесь, на тепленькое место и будешь здесь эту жопу держать. Почему? Да потому что тебе здесь платят. Даже ты, если работаешь, тебе здесь платят деньги за твою работу. А если ты поедешь в России, ты будешь получать копейки, и ты там будешь выживать, а не жить. Здесь ты можешь себе пойти позволить купить что-то, потому что ты знаешь, что ты заработал. Ты знаешь, что если ты заболел, ты пойдешь в больницу, тебе помогут. А этого в России и в другой стране, к сожалению, нет, так как там система хреновая. И поэтому ты, русскоговорящий или русскоговорящая, потому что вас здесь не понять, вы пишете двойные имена, скрывая себя, скрывая себя, скрываете, потому что вы не благодарны русской, русские, которые приехали сюда в 90-е годы, вы получили очень большие доплаты к тому, что вы приехали. Здесь таких сейчас доплат нет. сейчас не платят ни за что, сейчас платят только за то, что вы здесь находитесь и получаете пособие. Все на этом. И платят еще за первую обстановку. Раньше вы сюда приезжали, вы получали гораздо больше. И не надо тут возмущаться, что он не знает, что его ждет. Он знает, что его ждет. Его ждет будущее, если он будет трудиться, работать. Такое сегодня немножко энергичное видео. Я никогда не ругался матом в своем видео, но сегодня сегодня я это делаю, потому что действительно, читая комментарии, меня это разозлило. Если честно, вы такие дебилы, как я сказал, зажравшиеся русскоязычные, которые сюда приехали в 90-е годы, в начале 2000-х годов, вы получили совсем другое, то, что мы сейчас не получаем. И вы наезжаете на тех, кто сюда приехал, только что приехал. Да люди приехали не из-за того, что им хорошо было в той стране, откуда они выезжали. Люди приехали за новым, своим будущим. За новым будущим. Все. У меня сейчас еще здесь есть несколько комментариев, которые вы здесь писали. Я не буду продолжать это делать. Как вы понимаете, это видео было нацелено именно для вас, зажравшиеся русскоязычные, которые здесь проживают довольно-таки долгое время. Посмотрите, мгновенно отпишитесь от моего канала, просто мгновенно отпишитесь, потому что вы такие подписчики, мне здесь не нужны. Не нужны. Даже если у меня будет один человек в подписках, я буду снимать для этого одного человека, но он будет понимать то, о чем я снимаю. а когда вы своей тупостью и незнанием законов пишете, пытаетесь что-то там доказать и рассказать о незнании законов. Почему? Потому что законы меняются, они не стоят на месте. Законы развиваются, а вы не развиваетесь. Вы приехали сюда, вы живете в своем русскоязычном обществе, общаетесь среди своих. ваши... Вот знаете, здесь вот получается что? Здесь собрались все сплетники. У меня других слов нету, одни эмоции, да? Одни эмоции. Собрались все сплетники, которым делать нечего, сидят за компьютером, посмотрели видео и начинают, и начинают перемывать кости. Вот он, совок настоящий. Вот он, настоящий совок, который из вас, к сожалению, никогда, никуда не выйдет. Вот как вы были так и останетесь ими. Не буду плохих слов больше говорить. На этой не очень позитивной ноте я буду заканчивать свое видео. Для тех, кто понял мое видео, ставим лайки. Те, кто не понял, давайте быстренько ставим дизлайки и отписываемся. Те, кто понял, подписываемся. После того, когда подписались, нажимаем на колокольчик, тогда вы самые первые будете узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем канале. И как я сказал, на моем канале будут не только хорошие, мягкие, пушистые видео, о том, как здесь жить хорошо. На самом деле, если жить хорошо, то я об этом рассказываю, говорю. Если какие-то есть проблемы, то я об этом тоже рассказываю. О всех тех демонстрациях, которые проходят, я все это рассказываю. То есть, на моем канале рассказано о реальной жизни в Германии, о реальной и о реальных людях, истории реальных людей. Все, друзья, всем всего хорошего, хорошей рабочей недели и до встречи моем новом видео Безбальд. Чус.